Вы понимаете, в чем дело? Существуют чудеса. Тренер, конечно, от Бога. Мне очень повезло, что и моей судьбе есть этот человек. Мы, на самом деле, сделали революцию в художественной гимнастике. Успех в жизни благодаря любви к детям. Даже в гороскопе это написано. Я детей обожаю. Мы поздравляем победителей наших соревнований. Если бы я держала себя в руках, если бы не поправлялась, то было бы легче моим ногам. И меньше вероятности, что была бы какая-то травма. У всех гимнасток определена норма веса. У нее тоже она определена. У нее есть еще три лишних килограмма, которые мешают ей полноценно тренироваться. Лет с 14. Как я выступила на Европе, я еще тогда была в хорошей форме. После этого как-то потихоньку началось все поправляться. У Юли очень маленькая миниатюрная стопа. Для ее высокого роста и, в общем, вот этого веса она очень хрупкая. Она достаточно успешно выступила на гран-при, который проходил в Москве. После соревнований у Юли опять заболела нога. Сейчас идет самый сезон у нас соревновательный. Много очень соревнований, серии гран-при, Кубков мира и международных турниров, на которых Юля была бы возможность поучаствовать. Но из-за травмы ноги она не может дальше сейчас выступать. Она выжиданно ее лечит. Ну вот мы посмотрели. Отеков нет, синяков нет. Посмотрели осевую нагрузку на конечности. Сейчас лечу, делаю физиотерапию и уже будет такая нагрузка, как должна быть, когда уже вес будет 51, потому что сейчас пока нельзя ее увеличивать даже через боль. Да, она крупная, красивая девочка. Она великолепная исполнительница, блестящая гимнастка. И на нее смотреть одно удовольствие. Ну так она должна бороться. Видишь, ей бог это дал. А с весом надо бороться. А если она не нарушает, у нее нога начинает болеть. У меня так Меркулова погибла. Уж когда она была такой звездой и выиграла Олимпийские игры, была ангел, просто девочка-конфет. Это была моя любимица. Она была похожа очень на Алину. И Алине она очень нравится. Но не судьба. Мармеладик и блинчики. Не смогла ничего с собой сделать. Ну, конфетки. Конфетки – это моя любовь. Но когда передо мной стоит выбор либо конфетки, либо моя судьба. Когда вся моя спортивная карьера закончится, у меня будет хоть мешок этих конфет. А сейчас нужно постараться. Не так долго осталось терпеть. У нас карьера гимнастки заканчивается примерно в 22-21. Так что я справлюсь. Ну и вот я приехала к Ирине Александровне. Она посмотрела. Сначала не хотела брать. Мне сказали, что я старая. Сказали, что 84-й год рождения. Она оказывается 83-й. И формы не те. Мне оставили, поставили одно условие. Просто сказали, что ну, ты должна похудеть на 3 килограмма. Вот тебе 3 дня. И сидеть только на одной воде. Мама, да, приехала, посмотрела, как я живу. Говорит, ну, как ты тут кушаешь? Я помню, как я открыла занавеску, показала бутылки свои с минеральной водой. Это, говорю, мой завтрак, обед и ужин. Она всю жизнь была голодная. Она всю жизнь должна была держать форму свою. Но Алина преодолевала все. Она худела, она сидела на воде. Она в этом отношении была молодец. Она иногда распускалась. Но когда нужно, она выходила тонюсенькой. Так и было. Потому что я очень любила художественную гимнастику. Просто любила. И это очень важно. Знаете, я не думала ни о чем. Даже когда я была маленькой, у нас в зале был педестал. И пока никого не было, я вставала на педестал на первое место. Я это очень хорошо помню. И махала в пустой зал и говорила, что вот я чемпионка мира. Было тяжело. Ирина Александровна у меня иногда бывала, что, конечно, я ругала. Меня плакала. Я уставала очень сильно. Я очень хорошо помню, как я сказала, что все, я заканчиваю. Вообще, мама была на тренировке. Ирина Александровна говорила, ну, заканчиваешь все, до свидания. Можешь уезжать в Ташкент. И мама помнит. Да, 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 Ирина Александровна, правильно, вы покупаете билет, она уезжает. Но я здесь остаюсь. Я туда возвращаться не буду. И я думаю, боже мой, меня все бросили, мне так тяжело. Были такие моменты. Но это так, как, знаете, воспитывает по жизни. Тебя же на самом деле никто не держал. У нас же многие талантливые девчонки, которые могли бы мне создать такую конкуренцию сумасшедшую, они просто не смогли дойти до Олимпиады. Вот именно психологически не смогли. Они просто не выдерживали и уезжали. Хотя они могли быть реально олимпийскими чемпионами, чемпионом мира. Когда у меня все получается, это, естественно, эмоции такие, которые не описать, когда ты стоишь на пьедестале, это самые лучшие моменты в твоей жизни. Маргарита Маклун, Россия. Ну просто никто не видит наших тренировок и никто не знает, что происходит за ковром. Вот. Ну сейчас, может, увидят. Что так с музыкой, а? Ну что ты так с музыкой тянешь? Мне сначала нравилось, а потом, когда уже стало потяжелее, и когда начали как-то что-то от меня требовать и где-то прикрикивать на меня, я сразу так в сторонку. Хотелось домой, к маме. Некоторые родители, как я знаю, говорят, ну ладно, не хочешь и не надо. Но мои настаивили на том, что я продолжала. Благодарна им за то, что они не разрешили мне уйти. Для России она такая неординарная девочка со смуглой кожей, такой экзотической внешностью. Она очень высоко прыгает, она очень тихо приземляется, у нее прыжок такой с баллоном, она прям летит. У нас проблема со стопами. Стопы, они абсолютно, в общем-то, в принципе нормальные, человеческие, спортивные. Но вот каждый божий день мы начинаем с урока хореографии, и первое замечание у Риты – это тени стопу, тени стопу, тени стопу. К сожалению, вот она ее не чувствует. Тяжело в учении, легко в бою у нас. И тяжело в учении, и тяжело в бою. Всегда, ну, мне никто не говорил, что будет легко. Иногда я преодолеваю боль, когда выступаю, потому что другого выхода нет. Например, были проблемы со стопой, ну, приходилось выступать, но когда выступаешь, на это особо не обращаешь внимания. На адреналин выходишь, и уже думаешь совсем о другом. Рита довольно замкнутый человек. Она все держит в себе. Год назад, вот, она выступала на чемпионате Европы, у нас были контрольные тренировки. Рита тренировалась в тот день 9 часов без остановки. У нее в этот день просто не сложилось. Она никак не могла тогда сделать это упражнение с лентой. Я сидела и думала, когда же она заплачет? Ну, когда вот что-то должно сручиться? Рита подходила там к салфетке у нас, она подходила и просто промокала. Вот так отворачивалась от нас с Ирина Александровна, чтобы мы этого не видели, и промокала глаза. Ирина Александровна сказала, что вот такого у меня еще не было. И она стала тогда чемпионкой Европы в упражнении с лентой. Она ангел. Вот я на нее никогда голоса не повышала. В жизни. Никогда. Риточка, мамуня. И даже когда она выступила плохо, она подошла ко мне, она говорит, почему? Я ей все объяснила, почему. Она со мной согласилась. Я ее очень крепко поцеловала, мы обнялись. И никаких у нас не было проблем. Мой тренер остался довольным. Значит, и я тоже довольна. Это девочка, которая не должна соревноваться. Она должна выходить и дарить людям любовь и свет. А как только ее настраивают на то, что она должна выиграться, все погибает. Я никогда не хотела закончить гимнастику. Даже когда в самые-самые трудные моменты. Потому что это моя жизнь. А как можно взять и распрощаться с моей половиной и с моей любовью? Через 20 дней у нас чемпионат России. Вот где выступает вся сборная. И я очень надеюсь, что смогу прийти в форму. Не только по весу, а еще по нагрузке. Смогу выдержать. И уже буду в форме, буду выступать там. Мне вот сейчас осталось полтора килограмма. Конечно же, я понимаю, что вес придется удержать. Даже 300 грамм видны на теле гимнастки. Моя тренер Марина Анатольевна Говорова. У меня плюс 100 грамм буквально, она это видит уже. А Ариан Саны тем более. Конечно. Да, ты больше не считай. Ограничивать себя в еде, это понятно, это максимум. Одно яйцо, в обед маленький кусочек вареного мяса или рыбы, и все. Время тренировок пить вообще нельзя категорически. Потому что только все вышло, вода вышла, и делаешь глоток воды, и все возвращается обратно. Я пообещала сама себе, что я сделаю все для победы. Для победы в первую очередь над собой. Ирина Александровна нам всегда говорит, в первую очередь преодолей себя. Я думаю, что в этот момент она очень хочет. Но потом не очень. Любовь приходит и уходит. А кушать хочется всегда. Она должна все время выступать, выступать и выступать. А выступать не получается, потому что травма. А травма получается, потому что вес. Это вот отек там, где ткани повреждены. То есть вот эта вот полосочка, это и есть кость. Да, стрессовый переломчик второй плюсневой кости. К сожалению, тут так. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот, например, Цитова. Она может есть все, что хочешь. Но у нее характер, который ему нужно преодолевать. Она должна с ним бороться нон-стоп. И так у каждого. Добро и зло. Понимаете, это все человек должен выбрать, что он хочет. Я покушать люблю. И поспать. Мне кажется, что я немного ленивая и мало работаю. Я не отрабатываю иногда то, что должна делать. То, что должна отрабатывать, всякие элементы. Оставаться, например, после тренировки, дорабатывать все. Еще по несколько раз. Чтобы получалось чисто. Просто иногда такие моменты, когда надоедает все очень. Уже невозможно терпеть. В прошлом году, когда мне тоже сказали, иди собирай свою вещь. Все, поедешь домой. Я пошла, собрала сумку и все. Я была готова уже ехать. Но Ирина Санна позвонила моей маме. Она у нас голубая кровь. Ну вот голубая кровь. Вот понимаете, голубая кровь. И с этой кровью надо считаться. И надо иногда ее переубеждать, что вообще-то она красная. А голубая – это только как бы реликтовые воспоминания о каких-то аристократках, которые принцессы на горошине назывались в народе. Такое настроение – такой любимый предмет. Например, хочу делать булаву, значит, булаву хочу. Ну, и мне нравится их делать. А, например, беру другой, ведь я не хочу его делать. И уже делаю так, ну, лишь бы сделать уже. Потому что если настроения нет, то тяжело делать что-либо. Если у нее пошло все, то она вся тут и эмоции, и все. А когда что-то так, она сразу же это всем показывает, что у нее что-то не получилось. И это видят и судьи, и зрители. И это, конечно, ее большой мерз. Я тренировалась с Юлей Барсуковой, ну, она олимпийская чемпионка. И она стала тренером. Не подошла она мне как человек, как тренер. Я не смогла с ней тренироваться. Вот, ну, она, видимо, меня не понимала. Я ее... Ну, не сложилось. Вот, и потом я стала тренироваться у Веры Фремлевны. И, слава богу, все хорошо. Машуль, рука точно должна быть. Ты вокруг руки вращаешься. Рукой ничего не делай, не помогай. У нее и красивые ноги, и красивая фигура. И прыгает она хорошо, и днется хорошо, и растяжка у нее хорошая. Лицо красивое. Как бы все у нее для художественной гимнастики хорошо. Но ее беда, что она очень часто делает потери, и немножко такая усилия неуверенная, и теряется, когда у нее что-то не так полетит. Когда я плохо выступаю, например, она расстраивается очень. Ну, я тоже, конечно. Просто ни она, ни я не понимаем, почему у нее такие потери глупые. Они непонятны. Вот. Ну, наверное, потому что я отвлекаюсь. Ну, я не знаю. Со мной было тоже непросто. Я думала, что я вообще с другой планеты. Правда. Я думала, что я все выигрывала. До Олимпиады вообще все. Казалось, что у меня так все просто получается, мне можно многое не тренироваться. А потом что-то случилось, не знаю даже что. У меня тренировки вообще не шли. Обруч у меня вообще не получалось. Причем все газеты, журналы, все написали, что Сиднея привезет. Ленинкова его зовут. Была, конечно, ставка на меня, это понятно. Я была первым номером. Ирина Александровна очень тоже переживала, нервничала. Я нервничала. Кошмар. На ерунде. Там все видят. Если ты где-то халтурила, где-то немножко это, то и получай. Поэтому я думаю, что, конечно, на Олимпиаде я и получила. Я уже была настолько уверена, что я олимпийская чемпионка, что у меня в кармане золотая медаль. Нужно было просто посмотреть, залезть в карман и сказать себе, что там ее еще нет. И у нее не первое, а третье место. Но тем не менее вы слышите овацию, которая приветствует Алину Кабаеву. Первый старт у меня всегда он такой. не очень хорошо получается. Я была, можно сказать, излишне уверена. Первый раз такое было. И вот думаю даже, почему так всегда волнуюсь, а сейчас так уверена. Ну, что-то значит не так. Потом как-то вскарабкалась на третье место, не знаю как. Тяжело очень было. Самое большое удовольствие, это, наверное, приносит тренировки или опробование на соревнованиях. Потому что там я не боюсь, что я уроню что-то и открываюсь, показываю душу, композицию. А на соревнованиях пока, ну, пока, видимо, мало опыта или маленькая по возрасту, тяжело очень так показывать душу и раскрепощаться полностью. Нельзя сказать, что я очень спокойна на соревнованиях. Это зависит от зала. Вот, например, если маленький зал, то мне в нем уютно выступать. А если большой, конечно, у меня есть какая-то скованность, волнение. Я разговариваю с предметом. То есть, не знаю, помоги, очень люблю. Можно сказать, каждая гимнастка разговаривает со своим предметом. Наверное, подсознательно что-то. В прошлом году новый сезон мне там начиналось очень тяжело. Я не попала в основную команду, это четыре человека. И выступала просто на международных турнирах. Рита допустила ошибки. Мне удалось, как ни странно, пройти все чисто. И вот выиграла многоборье и отдельные виды. После этого Ирина Александровна как-то, можно сказать, присмотрелась ко мне и сказала, что я и Маргарита едем на мир. Ну, там уже на мире так просто сложилась. И опять же, Рита ошиблась. И мне удалось более-менее пройти чисто. Так выиграла. Она боец. У нее папа олимпийский чемпион. И когда она допустила одну ошибку в одном упражнении, в первом упражнении, она внимательно смотрела за всеми оценками, которые получали ее конкурентки. И спрашивала, сколько мне нужно, чтобы догнать, сколько мне нужно, чтобы перегнать, сколько нужно. И выходила с этим настроем и получала именно те оценки, чтобы догнать, а потом перегнать. И это случилось. Наверное, у каждого есть свои преимущества. То есть в элементах может быть лучше Рита, в работе с предметом я. Если мы проходим чисто обе, то это уже очень напряженная ситуация. Мы сейчас в Германии выступали, у нас одинаковые оценки. и у нас одинаковые оценки. Да, это было тоже очень неожиданно, когда нам сказали выходить. Сказали, что я на первом, Яну на втором. Когда я встала на первое, сказали я не идти на первое. Я перешла на второе. Потом Яна зашла на первое. Я уже встала на второе. Мне сказали, что мы вместе на первом. У меня, например, даже на чемпионате России сложнее соревноваться, потому что внутри России намного больше конкуренции. Скамейка запасных очень большая, и буквально каждая девочка, и Маша Читова, и даже та же Юля Синицына, все могут заменить. Нет такого, что я незаменимая. Нет, конечно же, очень много хороших девочек, которые могли бы встать на мое место. То есть расслабляться нельзя? Конечно, вообще ни на шаг. не знаю. Нет. 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 Россия – основательница художественной гимнастики, это единственный олимпийский вид спорта, который родился в России. Мы должны быть носителями культуры движения, которую в самом начале нам оставила Асидора Дункан – свободное владение телом. Великие специалисты поставили нам классическую школу, работу с предметом. У нас дети, которые занимают высокие места, они очень культурные. Культура движения, школа – вот это очень обязывает и, с другой стороны, подкупает судей. Когда выступала Алина, было 25 элементов. И мне говорили, а не много ли это? Не трудно ли это? Нет. Потому что у нас элементы являются способом создать образ. Значит, нужно убрать элементы, если русские делают и выигрывают все 25 элементов. Убрали до 17 – тоже выигрывают. Убрали до 12 – опять выигрывают. Что ж такое? Давайте уберем до 9. Сейчас у нас 9 элементов. И закрытая оценка. И вот у нас теперь единственный выход – делать идеальные эти 9 элементов и еще, чтобы был дух. И тогда это завораживает. Если честно, я на нее смотреть не могу сейчас, на эту художественную гимнастику. Вы извините, конечно, меня все. Те элементы, которые делает российская сборная, не все могут сделать в других странах. Сейчас всех уравняли, потому что говорят о том, что Европа, Запад не может подтянуться к России. Все танцуют, какие-то танцевальные дорожки делают. Что это за бред? Это спорт или это танцы? Что они делают? Они сейчас добьются того, чтобы с олимпийского вида спорта убрали художественную гимнастику? Я знаю, что и мамун может сделать такие элементы, но просто это не считается, она не хочет рисковать. Потому что если она уронит на этом элементе, все, она не будет на первом месте, к сожалению. Никто себе не засчитает. Мне очень обидно, что так в художественной гимнастике происходит. Когда я заканчиваю, думаю, куда же гимнастика дальше пойдет? Оказывается, ничего дальше нет. Она не развивается. Но это искусственно нельзя делать. Искусственно нельзя понижать планку и сказать, в длину самая большая – 3 метра. А кто прыгает дальше, это нас не интересует. Ну, прыгайте сколько хотите. А нас это не интересует. Пожалуйста. Когда я делала вот эти сумасшедшие элементы, Ирина Александровна говорила, зачем вы так рискуете? Они же не считаются. Говорят, пусть сделают это красиво. Потом стали их считать. Другие стали подтягиваться, все равно стали стараться делать эти элементы. Но сейчас же… Главное чистенько выступить и станцевать, и все равны, чтобы никто не выделялся. И мне очень обидно. Ребята, как Ирина Александровна, говорят, очнитесь. На кого я могу смотреть? Это только на групповые упражнения. Это шикарно, конечно. Потому что они это делают. И элементы, и не боятся, и риски. Это все интересно. Групповое упражнение – это такая лялька. Такая лялька. Там 6 лялек, которые превращаются в одну. И одна превращается в 6. И с таким монстром работать не так просто. Поэтому я много времени уделяю групповому упражнению. У нас получают групповое упражнение за программу. Такие же оценки, как получает Кудрявцева. Выше. Например, Кудрявцева получает 18,3. И наши девочки в групповых упражнениях получили 18,3. То есть это каждая выступает на уровне Кудрявцева. Нашу программу в групповых упражнениях называют «out of space». Потому что людям непонятно, как можно бросать предметы на пустое место. Вот привыкли, что стоит напротив девочка, вот тогда и можно бросить. А мы бросаем предметы на пустое место. Вот такой вот у нас небольшой секрет. Иногда некоторые вещи, я даже сама не знаю, как они получаются. А судья говорит, а я не могу Россию судить. Я не понимаю, что они делают. Они делают настолько все быстро и точно, что я не могу судить Россию. Но если мы делаем какой-то сбой в этот момент, все. В этот сезон вообще очень сложно для команды был. Потому что состав очень долго устаканивался. Очень долго меняли мы одну девочку, но другую. Потом преследовали травмы. К Европе подошли вообще неожиданным составом. Абсолютно. Вы знаете это. И как ни странно, на Европе они выступали просто блестяще. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эта команда в целом очень трудолюбивая. Команда, которой не надо заставлять что-то делать. Они молодые, они не испорчены славой, не испорчены... Ну, какими-то гигантскими достижениями, победами. Поэтому у них есть цель. И они этой цели добиваются. Это первая команда в моей практике, где находится такой явный капитан команды. Я не люблю выбирать насильно лидера. Он должен как-то проявиться сам. И вот здесь, в этой команде, он прям с самого начала пошел, это Настя. Мне капитаном, честно говоря, легче быть. Потому что все время, когда устаешь, хочется там расслабиться и думаешь, нет, я же капитан, если я расслаблюсь, то расслабится вся команда. У нее были какие-то возрастные такие проблемы. И она в обморок иногда падала. И она ушла из команды, хотя она никогда не нарушала дисциплину. Она была очень хорошая девочка, всегда. А потом ушли несколько девочек из команды. Я вспомнила про нее и пригласила ее на сбор. И она начала очень здорово тренироваться. И я вижу, что у нее огромное желание. Огромное желание выступать, быть в команде и стать олимпийской чемпионкой. Только за собой, только за собой. И я, несмотря на то, что она старше всех сейчас на 4-5 лет, я ее с удовольствием оставила в команде. И она сейчас капитан. Дай бог здоровья, да. А так мне очень нравится тренироваться. Надо танцевать. И не тащиться вперед. Надо танцевать. И тогда тебе и так можно сделать, и так можно сделать. А ты вот так стоишь и начинаешь, вот это твоя привычка. Стоять. Вот так. Мне было рано утром вставать в институт. Мне так было тяжело это делать. Вот. Это на тренировку в любое время суток, когда, там, я не знаю, в 6, в 7, в 8, да, я спокойно могу встать и пойти, потому что я знаю, что у меня есть цель. И вот, я не знаю, видимо, эта цель меня как-то поднимает с кровати и ведет все время, каждый день. Она чувствует, если где-то у нее какой-то назревает травма, она быстренько к врачам. Она разминается по-взрослому, она работает по-взрослому. Это взрослая гимнастка. Я думаю, что она может очень долго еще работать. При таком ритме остается время на что-то еще? Я считаю, что все остальное, там, я не знаю, эти клубы, рестораны и так далее и тому подобное, и личная жизнь, это все после спорта. Потому что сейчас, ну, есть цель, и надо дойти сначала до цели. Так нельзя и там, и тут. Так тогда ничего не получится. Надо на что-то одно нацелиться. Ты свои предметы теряешь уже 18-й раз. Она спокойно берет рукой и бросает. Какое твое дело? Ты своими чем-то? Спасительница рода человеческая. Мне нравится, что Ирина Александровна, ну, каждый раз по-разному. То есть иногда кричит, иногда наоборот хвалит, иногда наоборот спокойно относится, да. Какой-то потеря, иногда наоборот, ну, что такое уже 10-й раз тут теряешь, ошибаешься, да. Так нельзя. То, что ей приходит, да, в голову, я считаю, что это вот прям всегда верно и всегда правильно. Ну, во всяком случае, каждая постаралась сделать чего-то. Постаралась, это темп взяла, сделала пироэт, думали. Только пирогов они, задницы, кверху все мяч берет. Хоть ты убейся, грязную задницу показываешь и все. Покажи им, пусть они посмотрят. Видишь, какой дэк? Ты взяла и сразу с вами как синхронно все ноги, все. Отлично. Вдох-выдох, контрольный прогон. И все. У меня была такая Путинцева, чемпионка мира в командном зачете. Она была очень красивая. И я ей говорила, ты такая красавица. У тебя соболиная бровь, такие синие глаза. И такая ты дура. И такая ты корова. И ничего ты не делаешь так, как положено делать такой красавице, как ты. И вот она стоит и думает, кто же она такая? Корова она и красавица. И кем быть, наверное, лучше? Наверное, лучше быть красавицей. Она так умеет это, понимаете, все в образах рассказывать. Так тебе поддержать, такие правильные слова найти, что из тебя изнутри вот выходит другая Алина с таким стержнем и верой в себя. Ирина Александровна сделала из меня такую конфетку. Смогла вообще. Но и она сейчас, конечно, кто к ней попадает, она, знаете, как мастер такой ювелирный. Она делает красивые украшения, которым не стыдно показать. На весь мир причем. Я им рассказываю о том, что какой у тебя красивый подъем. Этот подъем хочется поцеловать, когда ты вытягиваешь. Это если специалисты, у них просто счастье на лице написано, когда они видят судьи, когда такой подъем. А ты стопу не тянешь, она у тебя лапоть. Ну почему? Тебе же Бог дал. Если ты не отработаешь то, что тебе Бог дал, ты грешница. А потом, я говорю, у тебя что-то случится в жизни? А ты будешь говорить, почему? Да вот потому, что ты стопу сегодня не тянула. Понимаете? Я детей обожаю. Они, сколько мне уже, 830 лет, но я с ними всегда разговариваю на равных. Без любви быть ничего не нужно. Любовь и свет. Любовь и свет. Это у нас как такие слова, которые мы должны все время говорить, когда мы выходим. И это нужно не только говорить, это надо и чувствовать. И тогда получаются чудеса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Я захожу в зал, Ирина Александровна сидит уже там, тренирует Алину Кабаеву. Я захожу, плачу. Она меня увидела и говорит, Юлечка, почему ты плачешь? Я говорю, я там устала, у меня все плохо. Она посадила меня к себе на колени, говорит, давай вместе тренировать Алину. И тут я влюбилась. Я влюбилась в Ирину Александровну, влюбилась в Алину, влюбилась в художественную гимнастику, как просто вид спорта. Я поняла, что вот, это мое. В 10 лет я знала, к чему я иду. И я хотела, чтобы я была гимнасткой Ирины Александровны, чтобы она меня тренировала так же, как Алину в свое время. Чтобы быть в команде, чтобы защищать Россию. Ирина Александровна мне до этого сказала, что, Юля, вот если ты не похудеешь, то ты поедешь домой. Но я как-то так получила, что я не похудела. Она поправляется худеет, поправляется худеет. Она тоже, наверное, кушает все, что хочет. Обидно даже не за то, что Ирина Александровна сказала, уезжай. Обидно, что я не смогла, что я не справилась. Когда у тебя есть результаты, и так по-хамски относиться и сдаваться, я считаю, что это предательство. Ты должна не сдаваться ни в коем случае. Идти до последнего. Такой должен быть у тебя настрой внутренний. Только тогда ты будешь первой, лучшей и непобедимой. Как думаешь, сможет Юля вернуться? Если возьмет себя в руки, то сможет. Я помню, вот я с ней жила. Мне тяжело на самом деле с ней жить, потому что она кушает. А мне тоже сейчас нельзя много сладкого и всего вот этого. А мне силы воли как такого тоже нет. Я очень рада, что закончил все этот день уже. Наконец-то. И быстрее бы завтра закончилось. И быстрее бы, мой спу уже. Встали, да? Да. А что там будет? В Москву и на следующий день уже в Халон. Ну, все равно хотя бы один день в Москве. Смотрите свайп-локал. Вау! В этом сезоне были трое соревнований подряд. И это было нереально тяжело. Девочки поехали в Москву, они там отдохнули, все еще потренировались, поехали в Италию. А я все это время была в перелетах, разъездах. Вот. И это было очень, конечно, тяжело. Ну, без дома как-то. Без девочек. Все-таки с Ритой, с Яной мне как-то легче выступать. Есть поддержка, и я с ними себя чувствую увереннее, наверное. Вообще, ну, очень хорошо друг с другом общаемся. Потому что все время проводим вместе, живем вместе, тренируемся вместе. И на соревнованиях тоже всегда вместе, поэтому как сестренки. Маш, что ты кушать будешь? Мы заказали это? Я не знаю, что вы будете? Что мы будем? Рита салат, а я мясо. Ага, мясо. Мы пока снимем наш макияж. Туалет пойдет. Приветики. Приветики. Разрежу обстановочку. Шутка. Рита, 19 лет такой возраст. Мальчики, свидание. А я думаю, я еще все успею. Ведь вам реально тяжело, еще и личной жизни никакой. Ну, она того стоит. Маша вся в любви, не отвлекая ее. Нет, у меня просто переписка с Юлей Синицыной. Короче, ну, там долго стоит. Да, на площадке, конечно, все соперники. Но в жизни мы стараемся не переносить это, конечно же. Ну, мы никогда почти не ссоримся. И если я какую-то допускаю ошибку, то есть теряю или не докручиваю поворот. Я всегда очень болею за Риту, вот искренне. Наверное, первый человек, за которого я так болею. Не знаю, почему так просто все удивляются. Ну, может быть, мы, у нас такой характер, может быть, из-за этого. Так, не знаю, как можно. Мы же, ну, как одна семья. Вот. Вот на протяжении всего времени я не могу это выбить. Я ей всегда говорю, вот она у тебя выиграет. Вот она у тебя выиграет, и ты будешь там третья, вторая, и ты будешь никто. Вот выиграет она у тебя. И что? Алло, привет, дедушка. Да, потому что я не попала в финал, и все. Дед, давай потом поговорим, у меня денег нет на телефон. Ладно, все, давай целую. Люблю, пока. Всем привет. Не выбирает все-таки «Любовь и свет», а не конкуренцию какой-то такой. Ой, я хотела быть балериной. Спала в училище, в которое меня родители не пустили. Я должна была стать врачом. Ну, художник я не могла стать, потому что художник мой отец всегда с детства не рисовал все. А я должна была математику и все остальные предметы сдавать на пять, потому что в нашей семье только должны были быть отличники. Решили, что надо идти в ресурс культуры. Медицинские я провалилась просто. Хотела бы стать киноактрисой, но Герасимов не набирал тогда мой аккаунт. Мне только нужен был Герасимов. Вот видите, у меня все это художественное начало моего папы у меня интерпретировалось в художественной гимнастике. Я просто тренер, я люблю это. Царевна, иди попасть, царевна. Ну, смотри, царевна. Они заслужили, они же работают очень много, они трудятся, они заслужили это. Они заслужили это море. И когда волны их там разворачиваются, они кричат, шумят. У них столько счастья. Спасибо. Уходят стрессы, уходят какие-то нагрузки и так далее. Поэтому, например, вчера мы работали, я приехала, они хотят прогоны, прогоны. Я сказала, нет, не надо, достаточно. Пока нет. Потому что на этом периоде они должны уходить голодные из зала. Понимаете? Потому что если они все время делают и делают, все превращается в ничто. Можно покушать здесь, а потом пойти отдыхать вечером в церковь. Я всегда хотела выступить так, чтобы у нее было хорошее настроение. Сделать для нее хорошо. Для меня это была такая кайфушка, что вот мы хорошо выступили, вместе летим, и у всех хорошее настроение. А когда я плохо выступала, ну, мы летим, у всех не очень хорошее настроение, дуемся на друг друга. Она на меня, я на нее чуть-чуть. Ну, потом ничего, нормально все. Ну, потом опять выиграем. Без поражения не бывает побед. Ролин Санна хотел меня проводить в спорте и сделать такой, как бы, большой концерт. Рассказывала, как это будет все красиво. Я соглашалась, потом говорю, Ролин Санна, я говорю, давайте, может, не будем меня проворачивать в спорте. Давайте я все-таки в спорте останусь. И я придумала, что вот было бы здорово, что вот что-то вот сделать такое вот, связанное с детьми. Причем не одна, не две гимнастики, как я говорю, а массовые солдатики. Алина очень правильно взяла позицию. Она пришла ко мне и говорит, Ирина Санна, я хочу сделать вот такой фестиваль. Но не для звезд, а для простых детей. Умница, умница. И вот сейчас она все это притворила в жизнь. По всем регионам она собирает детей, которые бы никогда в жизни, может быть, не оказались в Москве. Она их отбирает, она их соединяет в целые номера. Это колоссальная работа, и я ей очень за это благодарна, потому что мне по роду своей деятельности приходится работать только с детьми на высшее достижение. А она делает все в этом смысле возможное для того, чтобы дети были счастливы. Я очень рада и счастлива, что Ирина Санна, конечно, приходит нам на фестиваль, потому что на чемпионате России, конечно, там приезжают сильнейшие гимнастки, но там одна-две гимнастки. А тут их, понимаете, в одном упражнении уже 50 человек, где-то и 40. Есть выбор, из чего выбрать. Ну, то есть делаем такую общую, на самом деле, работу. А во время звездопада Я видала, как по небу Две звезды летели рядом Ты мне веришь или нет Веришь мне или нет Но с тобой секрет Одну такую девочку воспитать в жизни Но вы не одну воспитаете Жизнь прожита, не знаю Я говорю, даже только если такое одно У нее, понимаешь, есть внутри доброта Понимаешь, доброта, она любит детей Она сказала, что все равно вырвешься Я уйду от дыхания Я дождусь Мой кумир С четырех лет Алина Кабаева Я наблюдала, как она поднималась Терпела И чего она добилась И я мечтаю, чтобы у меня все получилось так же успешно, как у нее Ой, не могу, не могу Спасибо, ребенок Очень много есть сопутствующих моментов Которые дают возможность или не дают возможность быть победителем Только в комплексе Когда один кулак собран воедино Вот тогда это кулак Все остальное, если хотя бы один палец отсутствует Это уже не кулак С лишним весом проблема у многих И мало кто с этим справляется на самом деле Потому что было много примеров Когда девочки уезжали домой в свои города Ну и уехали, уехали И все, они больше не возвращались Ну потому что очень много нужно вытерпеть, чтобы вернуться Как вам сказать Юля еще молодая Поэтому Юле я еще даю возможность Даю возможность преодолеть себя Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok